Анкара стремится к установлению добрососедских отношений с Ереваном. Такое заявление в эфире ТРТ Хабер озвучил президент Раджеп Таеб Эрдоган. По его словам, сегодня Турции проживают более 100 тысяч армян. Есть те, которые являются гражданами страны, и те, которые хотят стать гражданами. Это демонстрирует подход Турции, отметил Раджеп Таеб Эрдоган. Анкара настроена серьезно и решительно относительно процесса нормализации отношений с Арменией и ожидает от Еревана конкретных шагов, добавил глава турецкого государства. У нас состоялся телефонный разговор с премьер-министром Пашиняном. В рамках религиозных праздников обеих стран мы обменялись взаимными поздравлениями. Конечно, мы говорили и о процессе нормализации отношений между двумя странами. Красной линией для нас с самого начала был Азербайджан. После того, как вопрос с Азербайджаном был решен, мы сказали, мы откроем свои двери. Мне также приятно слышать, что Пашинян разделяет наш подход в отношении установления мира и сотрудничества в регионе. Теперь мы ожидаем, что они предпримут конкретные шаги в этом направлении. Мы разрабатываем совместный подход с Арменией в координации с Азербайджаном. Отвечая на вопросы, касающиеся подовольственного кризиса и подписания известного соглашения, президент Эрдоган сказал, что долгое время велись интенсивные переговоры по этому вопросу. В результате они добились того, что в Стамбуле был подписан документ по безопасному экспорту украинского зерна на мировые рынки по Чёрному морю. Последствия глобального продовольственного кризиса начнут ослабевать по мере успешной реализации плана. Сегодня в наших печатных СМИ мы увидим заголовки наподобие. Цены упали на 3%, на 5%. Цены будут продолжать падать, давление на менее развитые страны снизится, а в результате проблема голода будет устранена. Президент Турции призвал стороны соглашения по экспорту зерна уважать подписанные договорённости. «Мы ожидаем, что каждый возьмёт на себя часть ответственности и будет действовать в соответствии со взятыми на себя обязательствами», – резюмировал президент Турции. Кроме того, Раджаб Таеб Эрдоган выразил своё отношение к вопросу членства в НАТО в Швеции и Финляндии. Он пообещал не идти на уступки, пока обе стороны не выполнят обязательства по борьбе с терроризмом. Самира Рзаева, CBC.